Всем привет, друзья! Меня зовут Вилли, вы на канале Битрайдер. Итак, сегодня у меня был экзамен на категорию А, и я его, сука, завалил. Обидно. То есть, если бы я его сегодня сдал, я бы сейчас поехал в салон и забрал бы свою Хонду. То есть, таков был план, ну, при удачном раскладе. Но, так как я этого не сделал, поэтому мотоцикл еще постоит какое-то время в салоне. А случилось это как? Вообще, блядь, такая банальность была. То есть, все, я площадку сдал. Нормально. Поехали в город, город сдавать. И перекресток, то есть, две полосы в каждом направлении, скажем так. Получается большой перекресток, я поворачиваю налево, и спереди навстречу этот дом на колесах тоже поворачивает налево. Ну, и мы так между собой разъезжаемся красиво. И я не остановился, не посмотрел, потому что из-за него, то есть, получается, там не видно, он загораживает обзор по другой полосе. Мог какой-нибудь дурачок выскочить. А я просто нафиг, ну, как разъехались и разъехались, как будто там одна полоса всего была. И проехал. Ну, благо там никого не было, никто не выехал. А так, если действительно какой-нибудь дурачок вылетел бы на мотоцикле или на машине, то меня бы мог снести. Просто повезло. И вот это было, так скажем, решающим моментом, почему я не сдал экзамен. После этого мне уже в ухо никто ничего не говорил. Ну, так, основные моменты, куда поворачивать. Ну, мы ехали уже непосредственно высаживать инструктора. Как бы, ну, было понятно, что косяк. Но я еще все-таки верил, что, может быть, как-то глаза закроют. Хотя, знаете, сейчас после коронавируса всем надо кассу восполнять. Автошколам и этим организациям, которые принимают экзамены. Поэтому вероятность, что глаза закроют. Ну, ситуация была, в принципе, не пустяковая. Зато я теперь после этого буду очень аккуратно на перекрестках смотреть. Прям вот реально. Потому что это реально дорого, сука. Сейчас вот эта пересдача следующая, она мне еще где-то в три сотни, как минимум, влетит. Больше даже. 200 только в автошколу надо будет занести. И 100-120 сам экзамен стоит. Ну, вот и считайте, блядь. Плюс теперь неизвестно, когда будет возможность пересдать. Потому что две недели надо на пересдачу. Это как вынужденная пауза. То есть, обязан ты две недели еще как бы типа тренироваться. После этого можно. Но учитывая, что из-за короны сейчас спрос на эти экзамены огромный. Соответственно, окон экзаменационных почти нет. И будет счастье, если это будет в конце августа, следующая пересдача. Так что не знаю. Я рассчитывал сейчас в августе поехать к дочери уже на мотоцикле. У нее идет первый класс. Ну, придется включать план Б. Я уже заказал машину. То есть, арендую машину на несколько дней. И поеду спокойно на машине. Не париться. Вот такие вот дела. Обидно, печально. Ну, ладно. Как говорится. Жизнь. Честно, я вот с утра думал, блядь, что-то как-то вот, ну, не мой день, не задался. Мы когда приехали на место, где должны были забрать якобы экзаменатора, а его там не оказалось. Начали узнавать. Оказывается, он нас ждет в другом месте. То есть, мы пока, получается, уже времени, впритык, уже экзамен, по идее, должен идти. Мы быстро так, немножко так, в попыхах. Десять минут надо было ехать до того места, где экзаменатор ждал. Ну, в общем, доехали туда. То есть, уже, считай, какой-то нервяк появился. Потом, он нас сидит, ждет. Он тоже уже немножко такой раздраженный. Ну, сидит, ждет, как дурачок нас десять минут. Ладно, площадку, так, все, в быстром темпе, по-быстрому. Площадку нормальная. Больше я всего переживал за площадку. В итоге площадка получилась все легко. Без проблем, без сучка, без задоринги, как говорится. А вот с городом так лажанулся. Хули, виноват их сейчас искать смысла нет. Сам виноват, в следующий раз буду умнее. Единственный нюанс, что меня беспокоит, что, понимать, как бы в автошколе, если так разобраться, меня особо-то не учили. Мы просто ездим. Я могу с тем же успехом на своем скутере один ездить по этим перекресткам все. Ну, иногда он там что-то говорит, что вот это там экстремальный косяк. А вот такие банальные ситуации он мне как бы не рассказывает. Или специально, или я не знаю. Поэтому никто не гарантирует, что на следующем экзамене будет тоже какая-нибудь ситуация, которую я просто не ожидаю. Которой я просто буду не подготовлен. Поэтому хер его знает, как оно будет. Ну, будем надеяться на лучшее. Ладно, не будем отчаиваться, все будет зашибись. Когда-нибудь я его сдам. Не я первый, не я последний. Ладно, ребята, вот такие вот делишки. С вами был Вилли. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Ну, до новых встреч. Пока буду кататься на своем скутере. Что теперь делать? Пока он у меня есть. Ладно. Все, всем счастливо. Пока.